А если ты давно искал действительно качественный РП проект, то проект под названием NextRP тебе определенно подойдет. Отличительной особенностью данного проекта является собственная карта, вдохновленная российскими городами, а это значит, что ты без особого труда узнаешь свой дом, а может быть даже и свою улицу. Еще большего антуража придают автомобили, здесь ты можешь прокатиться на всем, начиная от Аки, заканчивая последней моделью Мерседеса. Автомобили, кстати, подвержены очень серьезному тюнингу. Ну а в более правильном отыгрыше РП тебе поможет голосовой чат, а это значит, что отныне не нужно строчить длинные сообщения в чате. Также на серверах проекта ты найдешь массу увлечений по своему вкусу, будь то уличные гонки, охота и даже кулачные бои. Ну а если ты настроен на что-то серьезное, то тебя ждет одна из нескольких фракций, на выбор ты можешь стать врачом, полицейским или даже бандитом. И это далеко не весь список того, что ты можешь найти на серверах проекта NextRP. Если ты заинтересовался, то в описании специально для тебя я оставлю ссылочку, переходи по ней, скачивай бесплатный лаунчер, который очень прост в установке. Кстати, плюс ко всему, он игру и обновляет и устанавливает полностью автоматически, так что никаких дополнительных действий тебе не потребуется. Ну что ж, друг, ждем тебя на серверах проекта NextRP. Ребята, здравствуйте, с вами Алексей, добро пожаловать на мое новенькое видео по игре American Truck Simulator. Друзья, ну, я уж думаю, наверняка по названию видео вы догадались, о чем сегодня пойдет речь. Да, ребята, я решил сделать то же самое, что вот буквально там несколько месяцев назад я проделывал с Euro Truck Simulator 2. Но там была история как бы немножко в том, что я играл там, оказывается, в отнюдь не в первую версию. То есть, ну, ну, все равно, она была, так скажем, одна из самых первых, где у нас были еще не лицензированные грузовики. В общем-то, вся-вся-вся вот эта история. Где, по-моему, даже еще дополнений никаких не было. В общем, по-любому, ребят, если вы это видео не видели, рекомендую прямо вам его посмотреть. Ссылочку на него я оставлю в описании. И прямо, в принципе, поностальгировать, повспоминать вообще, как это было. Ну, а сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на самую первую версию American Truck Simulator. Да, я знаю, что существовала еще там какая-то бета-версия, которая именовалась как-то 0, 6, 8. В общем, вот прям вообще бета-бета-бета. Еще она нолик даже в названии имела. Но, к сожалению, на одном из торрентов, где я вообще искал все это дело, она уже в архиве это раздача. И там, в общем-то, не было раздающих, так скажем. И пришлось скачать версию 1.0. То есть, это первая релизная версия, которая вышла. И есть у меня, на самом деле, очень интересные воспоминания именно с этой игрой вообще, да, как она на мой канал ворвалась. Но об этом мы поговорим с вами уже в процессе того, как поедем. А сейчас давайте просто посмотрим, как вообще эта игра выглядела, да. Ну, начнем, наверное, конечно, мы с главного меню. Оно очень бедное по сравнению с тем, что у нас есть сейчас. То есть, и здесь у нас, смотрите, всего по 4 кнопки. Здесь прям вообще все очень-очень бедно. И, кстати, да, у нас было всего 2 грузовика. То есть, это замечательный Peterbilt 579 и Kenworth T680. То есть, это вот та самая первая версия, где не было еще 389-го Peterbilt и W900-го Kenworth. То есть, просто игра вышла с двумя грузовиками. Ну, на то время это... Не сказать то, чтобы было как бы круто, да. Прошло-то там от релиза сколько? 4 года, если не ошибаюсь. Вот, по-моему, следующий год будет, кстати, юбилейным. Будет 5 лет уже этой игре. Но, тем не менее, ожидали как бы большего. И думали, что даже, может быть, разработчики поторопились. По карте, ребят, здесь еще карта не рескейловая. То есть, у нас, как вы знаете, потом... Я уж не помню, в какую версию, вот если честно. Правда, ребят, не помню. Произошел рескейл и, в общем-то, переделали карту. Она стала гораздо больше. Расстояние между... Короче, увеличился масштаб, проще говоря, да. И, соответственно, у нас стало уже поинтереснее кататься. Тут буквально там из Лос-Анджелеса до Юрики можно было доехать. Ну, там буквально минут за 10-15. Сейчас же этот маршрут занимает чуть ли не в 2-2,5 раза больше по времени. То есть, ну, вот вы понимаете. На старте у нас была Калифорния и Невада. Да, то есть, вот, в принципе, эта карта у нас сейчас с вами и открыта. Ну, конечно, да. Тут так смотришь. Сейчас там у нас уже и здесь есть, и здесь скоро появится. И наверх мы туда расширились, на север. То есть, видно, что за 4 года... Все равно, кто бы как ни говорил, что игра там ни хрена не развивается. Ребят, просто стоит понимать, что это не все так просто делается. Вот мы вот думаем, пришли они, поговорили, допустим, с производителем грузовиков, если грузовикам возвращаться. Все, им дали лицензию, все, им дали модель. Они ее там за 2-3 дня сделали и можно выпускать в игру. То есть, ну, просто мы слабо представляем, как происходит сам процесс лицензирования, как происходит процесс создания 3D-модели, адаптации его в игру. То есть, там просто титаническая работа проделывается и, как бы, блин, е-мое, надо это прекрасно понимать. Но карта, как видите, конечно, капец. Она маленькая прям, ужас, 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 ужас. Просто трындец она, какая мелкая. Еще тогда отдельной кнопки галереи здесь не было, но вот имеется у нас зато уже галерея тягачей. То есть, тут у нас представлены, как я и говорил, 2 грузовика. Ровным счетом, вот честно признаться, что с версии 1.0, что сейчас вот бета-патч 1.36 у нас вышел уже, да. То есть, уже офигеть, сколько всего там прошло, да, на самом-то деле. Ровным счетом, по факту, ничего не поменялось. То есть, осталось все то же самое, абсолютно. Ну, единственное, может быть, там, оверсайз лоудсайн у нас добавился на мордочку. А так, в принципе, все то же самое. То есть, бедные реально грузовики какие-то стали. Вот здесь я уже сейчас по привычке жму правую кнопку мыши, чтобы камеру повернуть. А тогда такого не было. Тогда мы довольствовались только левой кнопкой мышки, соответственно, да, чтобы хоть как-то здесь ориентироваться. Да, конечно, как же давно это было. Ну, по тюнингу салона здесь у нас, естественно, тоже ровным счетом ничего не будет. Ну, и, соответственно, давайте еще так ради приличия просто посмотрим на 680-ку. Ну, да, в принципе, она вот какая была тогда, и, в принципе, она такой же осталась сейчас. Ровным счетом вообще в этой машине ничего не поменялось. Ну, и, соответственно, по прицепам это вот тот самый лист. Сейчас он называется трейлер-лист, как бы уже, да, и есть уже и галерея прицепов. Их просто посмотрите, как их мало. Я в шоке. Ну, их реально мало, ребят. Ну, вы посмотрите, ну, камон, тут их в половину, наверное, меньше того, что сейчас даже хотя бы в 1.36 есть. Плюс в 1.36 еще 4 трейлера новых добавили. То есть, ну, это, конечно, трындец, ребят. Их тут очень-очень мало. Прям очень-очень-очень мало. Так, давайте мы, наверное, попробуем какой-нибудь рейс выполнить. От LA, допустим, до Бейкерсфилда. Ну, нам бы машинку, на самом деле, поинтереснее. Какой-нибудь Петербилд. Я бы вообще Кенвард какой-нибудь взял. Мне хочется почему-то прокатиться на Кенварде, но расстояние такое достаточно большое нам дают. Прямо очень большое. Ну, давайте прокатимся до Окснерда на Петерболде. Почему бы нет? Повезем мебель. Ух ты. Вот, отлично. Мы уже в игре. Маленький вот этот коротышок. Блин, он меня до сих пор, этот трейлер, бесит. Просто невероятно он меня накаляет. Не знаю почему, но он меня очень сильно раздражает. Ну что, ребят, поехали прокатимся, что ли. Повспоминаем вообще, как это было. Так, у нас, по-моему, трафик отключен. То есть, несмотря на то, что пиратка, все равно игра у нас еще старая консоль, ребята. Еще старая консоль. Вот та, которая была еще в Евротраке, вот в первых версиях. Не знаю, мне эта консоль казалась удобнее. То есть, она не была перегружена вот этой лишней информацией, которая сейчас там есть. Да, она, конечно, более развернутую информацию дает о багах, там, и прочем, и прочем, и прочем. Можно там даже как-то в плане кривизны модели там все вот это проверять. Но, блин, простому игроку-то это, в принципе, зачем? То есть, я понимаю, там, да, мододелом. Но могли бы для них какой-нибудь режим там отдельный сделать. Типа, в конфиге что-то открываешь, и все, и вперед ты пошел. У тебя эта консоль доступна. А обычному игроку она, в принципе, не нужна. Да и, в принципе, эта консоль, она изначально-то в игре недоступна. Вот что самое интересное. То есть, ее надо активировать там какими-то потаенными путями. Ну, все вы про это прекрасно знаете. Да, ребята, что хочу сказать. Вот так вот едешь, смотришь, ну, вообще нихрена не поведелось. Ну, серьезно. Но, если сматриваться в детали, вот, допустим, таких уже перекрестков, так скажем, в новых территориях, мы практически с вами не встречаем. То есть, вот этих вот разъездов, они формы как бы, в принципе, похожи. И содержание, да, но они отличаются. То есть, да. Ну, нет, наверное, все-таки будет правильно, что функция, да, как бы у них, естественно, сохраняется. А вот само вот их исполнение, сама форма, она, естественно, поменялась. То есть, ну, в плане... Короче, вы меня поняли. Забуду словами, в лицо себя забудал, дебил. Ну, в общем, ребята, что я вам хочу рассказать. Какие вообще у меня ощущения были от этой игры? Все началось с того, что мне разработчики подарили эту игру. И подарили они ее мне чуть ли там не за неделю до релиза, короче. Они мне ключ прислали. Я тут просто вообще охреневал на самом деле от всего этого. И под самый там, по-моему, релиз разрешили запускать стримы, там, видео показывать и т.д. и т.п. И, короче, что я вам хочу сказать. До сих пор, вот сколько уже времени прошло. Ну, я стримов-то, конечно, в последнее время не делаю, к сожалению. И до сих пор, и даже вот на протяжении потом дальнейших стримов, которые были, стрим по АТС, он был самым, так скажем, ну, как это правильно сказать, популярным, что ли. Имеется в виду то, что было очень много зрителей. Короче, этот был стрим, на котором было очень много зрителей. И до сих пор ни один мой стрим, который я выпускал потом в дальнейшем, да, неважно, по какому поводу, не набрал такое количество зрителей. Если я не ошибаюсь, там было даже больше двух тысяч человек. Я охренел просто от того, насколько народу была интересна эта игра. Вот первая вот эта вот волна, ну, естественно, новая как бы игра там, да. Потом уже все, конечно же, поняли то, что по сути это тот же самый ЕТС. Ну, в плане физического движка, там, графона, там, плюс-минус, конечно, да. То есть просто поменяли карту и дали нам американские грузовики. Естественно, показалось мало грузовиков, маленькая карта. И народ как-то, как-то постепенно вот начал от этой игры отворачиваться. Остались прям такие конкретные любители, которые ждали, которым это нравится. Вот я в числе вот этих как раз-таки людей. Я потом стал просто замечать, что те ролики, которые я выкладывал по АТСу, они, ну, капец, как мало просмотров собирают. То есть вот эта первая вспышка была. Народу как бы интересно, что это такое. Они посмотрели, сделали выводы и как бы поняли, что как бы вот так. Вот такая вот игра вышла, да, так скажем. Тестерский полигон потом ее стали называть. Но по факту даже потом и сами разработчики это подтвердили. То, что по сути АТС сейчас является полигоном для тестов. Потому что игра вот, нужно сказать, с нуля нам выдается, да, грубо говоря. И очень она такое удачное, можно сказать, вышло время. Потому что все фишки новые, которые появляются потом в ЕТС, они так или иначе перетягиваются из АТС. То есть все то, что сейчас есть в ЕТС, грубо говоря, это вот обкатывалось именно в первую очередь здесь. И именно поэтому бета-патч первым всегда выходит для АТС. То есть это не потому, что игра типа какая-то непопулярная, вот это там баги можно туда какие попало, короче, скинуть. Это там как-то кто-то тестирует и потом это выкатит уже в идеальном виде для Евротрака. Нет, ребят, здесь просто проще работать. То есть понимаешь, в чем дело? Здесь реально проще работать, потому что в игре еще не так много контента. И что-то исправить гораздо проще, нежели чем добавить какой-то крупный патч, сделать какое-то крупное обновление для Евротрака. И обосраться с ним жестко. То есть где-то ну просто уже ничего не сможешь сделать, там грубо говоря, да, вот такая ситуация патва у тебя возникнет. Что все, ты никак не справишься, то есть и там все, жопа горит, что делать, людей увольняют, и все. То есть и как бы обидно мне сейчас вот смотреть, знаете, на что, если про прошлое, так скажем, да, мы завернем вот эту всю историю. Конечно, игра немножко преобразилась после того, как вышел вот этот так называемый Rescale карты. Когда растянули масштаб, сделали его больше. Если сейчас смотреть, меня крайне печалит то, что ездят разработчики на всякие выставки, на всякие гонки. И по сути они и мере контракт там вообще никоим образом не рекламируют. То есть да, я не беру в расчет, конечно же, Gamescom. У них там был огромный стенд, там в Инстаграме фотки они показывали. Ну там да, внушительный стенд был, но все равно народ пер на ЕТС, на АТС было вообще всем насрать. Вот как по мне, в плане маркетинга именно Американтрака, они жестко обосрались. Вот прям конкретно я... Ну, блин, я не знаю, как это еще обозвать, какими словами вот это вам все сформулировать. И думаю, что слово обосрались в маркетинге как-то, да. Но, ну, более-менее подходят вот под эту ситуацию. То есть они очень сильно распиарили Евротрак. Прям нереально сильно они его распиарили. Но вот эта ЕС, она как-то все-таки пока что остается в тени. Да, конечно, очень круто, что сейчас они вот еще и Интернешнл к себе подключили. Я надеюсь, все у них пойдет хорошо. И уже буквально в следующем году, скорее всего, в начале следующего года. Дай бог, увидим уже наконец-таки новый грузовик. И там это все пойдет-пойдет-пойдет по нарастающей, да. Как говорится, не сразу Москва там строилась. Постепенно-постепенно-постепенно все это расширится и будет прям хорошо. Но вот обидно за игру, то что ее не возят на вот эти все выставки. И в сим-трейлеры ее не берут. То есть, ну, не знаю, я... Может и берут, может и берут. И как бы я не берусь прям вот критично так говорить, что ее никуда не берут. Ее убежают, она такая маленькая девочка. Все, ее вот со всех сторон шпуняют эту бедную игру и не дают ей свободы. Может быть, они ее возят, но... Сами просто посмотрите количество контента, допустим, на том же Ютьюбе по Американтраку и по Евротрак Симулятор 2. Понятно, что там ЕТС-ка вышла типа раньше. Но разница между этими играми, по-моему, что-то около года или двух. Вот, честно, я сейчас уже не помню. Что ж, ребят, какие сделаем выводы? Наверное, все-таки стоит признаться тем скептикам, которые... Вот, глядя на то, что вы сегодня увидели, тем скептикам, которые говорили, что игра, ну, вообще никак не меняется. Вот она вот какая была, такая и осталась. Нет, ребята, стоит признать, что игра очень сильно поменялась, как в плане теперь уже движка графического, да, то есть она отказалась, напомню, от 9-го Derit X-а. Теперь только будет 11-й, а это уже значит, что можно новые шейдеры прикрутить, там тени может быть как-то получше сделать, освещение более реалистичное сделать. То есть игра, можно сказать, сейчас, спустя 4 года после релиза, можно уже почти сказать 5, начинает принимать тот вид, в котором она должна была, по моему мнению, выйти изначально. Вот именно 1.0 должна была быть такой, как сейчас вышла, ну, даже, скажем, 1.35-1.36 бета. Может быть, я как-то чересчур сильно задрал планку, но, блин, реально стоит согласиться, что 2 грузовика, маленькая карта и все. Ясно, понятно, то, что игроки ее восприняли вот как бы так и теперь очень сложно разработчикам вернуть доверие вот это к себе. Да, Евротрак они там по-любому все это, я про это вообще ничего не говорила, имеется ввиду Американ Драк. Так, сложно сейчас назад им затянуть аудиторию, им нужно придумать что-то сверх такое, чтобы аудитория ломанулась обратно в Американ Трак и такие зашли, вау, она и правда поменялась. Она поменялась, но надо прям сделать так, чтобы они все ахнули. В общем, сложная, ребята, задача, но пока что чехи справляются постепенно, постепенно, потихоньку. Да, команда у них, конечно, там маленькая на ДТСК работает, но они красавчики, они сейчас вышли на модель, что 2 штата в год. Вот, Вольво вышло в этом году, еще и Интернешнл совсем скоро выйдет, и вот еще Юта совсем скоро выйдет, а в следующем году еще штаты 2 штуки появятся в игре. То есть, ну, будем, ребят, следить, я думаю, что 5-летний юбилей очень громко отметят этой игры и будем обязательно за этим следить. Ну, а вы, друзья, пишите в комментариях, как вы встретили эту игру, какой она вам показалась. И самое главное, замечаете ли вы разницу того, что было в версии 1.0, ну и, грубо говоря, то, что есть сейчас в версии 1.36, ну, либо даже в 1.35, если вы бетку не ставили. Мне просто вот интересно ваше мнение узнать, как бы мое такое скомканное, может быть, какое-то непонятное сумбурное мнение вы услышали. Да, действительно, если все, если опять же подвести черту итоговую, да, игра поменялась, но, как всегда, нам хочется большего. Потому что смотришь на ЭТС, там, вот такое вот, все, а в Американ Трак смотришь, и что-то как-то немножко грустно, друзья. Все, ребят, спасибо вам всем огромное, тоже смотрели это видео до конца, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, а с вами был Алексей, желаю всем хорошего настроения, всем огромной удачи, пока, еще увидимся.